Шауа Тов, Бокер Тов, доброе утро, хорошего, хорошей недели. У нас новая недельная глава, называется она Тазриа. И пишет книга Север-Хенух, что в главе Тазриа семь заповедей, пять повелений. Мы уже с вами говорили, что повеления это те заповеди, которые говорят нам делай. И два запрета. Запреты те, которые говорят не делай. Первая заповедь, если женщина зачнет и родит сына, то нечиста она будет семь дней. И после этого 33 дня она еще должна быть нечиста. В священное место они заходят. В храм ходить ей нельзя. То есть семь дней после родов она не имеет права спать с мужем, пока организм очищается. И еще 33 дня не входить в храм. А если родить девочку, то 14 дней не будет спать с мужем. И 66 дней не может ходить в храм. Такой удивительный закон. И наши мудрецы разбирают, какая разница, мальчик, девочка, кого она родила. И левит из Барселоны, он ссылается на Рамбама. Нам известно, что он величайшим врачом был. И он говорит, что после того, как родился мальчик, быстрее истечение проходит у женщины, чем после рождения девочки. После рождения девочки организм больше очищается. Потом, зачем писано, если зачнет? Понятно, что если зачнет, то родит. Если родит, то понятно, что зачала. Зачем это писать? То есть, и объясняется это тем, что если женщина во время полового акта первая достигла удовлетворения, то родится мальчик. Так пишется в наших книгах. И тогда будет быстрое очищение у женщины. Вот так. А девочка, какое-то белое вещество должно с организма матери выйти, чтобы очиститься. Разбирает книга Сэфер Гахинух, что происходит с организмом женщины. Ей необходимо, эти дни ей необходимы для того, чтобы очистить организм избытка разных эмоций. Потому что, если мы живем толщина, соблюдая все заповеди, то у нас никаких страданий ни в чем быть не может. А если человек отклоняется в своих желаниях, в своих плотских желаниях, то нужно это очищение. И вот у женщины происходит вот такое очищение. После семи дней, даже если все семь дней были месячные, женщина идет в микву и после этого может уже спать своим мужем. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за понятие души моего папы, Яков бен Нахо, моего дяди, Волнивер бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Абрагам, Память Юрия бен Харитон, Мендель бен Мендель, Заздоронье Светлана бот Клара, Гитл бот Мирьям, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Барина перв бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Войра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Моэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Искак Шимон бен Бейла Моттал, Фира бот Анна, Гитл бот Мирьям, Загрор Шедуха, Рон Рей бен Двойра, Дниз бен Ахум, Авигаль бот Сара. И пусть закончится эта страшная война. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч.